А теперь об этих и других событиях подробнее. Первоуральские власти готовы к диалогу. Сегодня представители городской администрации и местные дома побывали в домах на Диносе, которые построили по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Туда отправилась и наша съемочная группа. То есть вот максимальная подача теплофикатора и начинаем чуть-чуть уменьшать. Уменьшать или увеличивать температуру в квартирах жители могут сами. В том, что батареи теперь работают как нужно, начальник городского управления ЖКХ убеждается лично. На недостаточное отопление новоселы еще недавно жаловались властям. Совместными усилиями проблему удалось решить. Благодаря слаженной работе строителей, ресурсоснабжающей организации, она же глицей и управляющей организацией, была отрегулирована система теплооснабжения подачи. Сейчас в принципе дом прогревается равномерно. По тем жителям и тем квартирам, в которых был предоставлен доступ к управлению жилищно-коммунального хозяйства, организовало комиссионное обследование. Новые квартиры обследуют не только насчет отопления. Проверяющие смотрят, в каком состоянии стены и потолки. Комиссия, куда вошли сотрудники город-администрации и депутаты местной думы, готова к диалогу с жителями. Мы заходим в дом в подъезде, очень тепло, очень уютно. Ну вот я ночью сплю целую ночь с открытого окна. Людмила Михайловна переехала в новый дом ровно месяц назад. Рассказывает, что за это время у нее не возникло серьезных претензий к строителям. Представители комиссии одной квартиры не ограничиваются. Общими впечатлениями делятся после визита к нескольким жильцам. Есть квартиры студии, есть двухкомнатные квартиры. Я вижу современную отделку квартир. Двери, плитка, кафельная ванная, в туалете, раковины. Все современное. Современный дом на улице Кирова власти не оставляют без внимания. Чтобы новоселы могли поделиться своими проблемами касательно отделки помещений, в Перворайской организовали горячую линию. Ее специалисты работают по графику большинства госучреждений. Все замечания передаются по телефону. 8 от города 3439-666-103. Замечания устраняются генеральным подрядчикам в рамках гарантийных обязательств. Сроки ставятся кратчайшие. Максимум 3-5 дней. День за днем программа переселения из ветхих и аварийных домов в Первоуральске воплощает жизнь. А в новое здание на Кирово, его намерены достроить в ноябре, планируют переезд жителей еще из нескольких бараков микрорайона Хромпик. Вновь построенные два дома подлежат переселению жителей из шести домов, которые были признаны аварийными. То есть это жители Талицы, Папанинцев и частично Хромпиков. Также в тот дом, который скоро будет введен в эксплуатацию, у нас подлежат переселения еще жителей трех домов, которые признаны аварийными. Это дома с поселка Хромпик. В рамках программы переселения из ветхих и аварийных домов муниципальные власти намерены улучшить жилищные условия без малого трехсот первоуральцев. Алексей Вербицкий, Александр Захаров. Хроника дня.